В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Более 2000 обращений и 5 часов пребывания в прямом эфире. Прямую линию с радиом Хабировым посмотрели свыше 135 тысяч человек. Об этом говорят эксперты. В топе наиболее назревших вопросов. Тема дорог, мобилизация, благоустройство и возможный уход западных инвесторов из республики. Глава региона отметил, что некоторые компании, в том числе западные, продолжают вкладывать в проекты Башкортостана. В ближайшее время ожидаются инвестиции из Турции, Венгрии и Узбекистана. Предприятия этих стран намерены разместить свои производства на территории особой экономической зоны Алга. Узбеки к нам большой интерес появляет. Вы знаете, Амкадор строят белорусы. К сожалению, не очень хорошо идут, как мы предполагали, с той быстроты казахами. Поэтому здесь все ровно. Понятно, что мы не ждем сейчас инвестиций с Великобританией, их никогда и не было. Значит, с Германией, к сожалению, там и других стран. Но некоторые страны до сих пор продолжают работать здесь. Также Радио Хабирову задали вопрос по поводу строительства уфимского хосписа. Его площадь составит 13,5 тысяч квадратных метров, хотя изначально планировалось построить 500 квадратных метров. Стоимость объекта превысила 1 миллиард рублей. Строительство профинансирует башкирская содовая компания. Откровенно говоря, думал, что мы его сдадим в этом году. В этом году мы его не сдадим. И трезво на это смотреть. И я полагаю, что мы его сдадим в первом полугодии 2024 года. Спешка здесь, скажем так, особо не нужна. Уфимский хоспис станет единственным в России, который спроектирован с нуля. Хабиров предложил российским регионам бесплатно воспользоваться разработанным проектом для строительства данных объектов у себя в регионах. И в продолжении темы в ходе прямой линии с главой республики затронули вопрос реконструкции памятника Салавата Юлаева. По словам Радио Хабирова, уже определён подрядчик проектирования. И сейчас идёт большая научная работа. Исполнителю предстоит сделать анализ грунта, состояние памятника, постамента. К работе привлекут копии документов, фиксирующих все процессы создания скульптуры. К марту 2023 года проект будет готов. Он должен будет пройти государственную историко-культурную экспертизу. И, вероятно, скульптуру снимут с постамента. Когда мы проектирование получим, тогда все вместе с обществом сядем и будем разговаривать. Потому что мне надо понять, когда его снимать. Потому что если мы его снимаем, то с высокой долей вероятности 455 Уфы мы встретим без него. И мы должны быть к этому готовы. Готовы ли мы к этому? И здесь мы будем взвешивать, прежде всего, конечно, судьбу памятника. Если надо быстрее, значит, будем быстрее. Год назад был также подготовлен проект сохранения памятника, разработанный по заказу Башкультнаследия. Он предполагал временный демонтаж конной статуи с постамента. Мэрии отметили, что в этом случае её отреставрируют прямо на территории площади. Там реально очень сложно делать телеконструкцию, исходя из того, что холм, он геометрически достаточно сложный. И к тому же он находится условным над обрывом. Поэтому я считаю, что снимать только в том случае, если успеют его установить. Если же это задержится и на юбилей города его не будет, то, мне кажется, проще перенести. Какую-то частичную реставрацию сделать, чтобы он там не разрушился ещё больше. Но на юбилей города он должен там стоять в любом случае. Это вот ключевой момент. Памятник Салават Юлаеву является самой большой конной скульптурой не только в России, но и в Восточной Европе. Его торжественное открытие состоялось в ноябре 1967 года. Монумент отлит из чугуна. Высота сооружения с постаментом достигает 14 метров. Вес превышает 40 тонн. Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Башкортостана на уровне АА+. Прогноз остаётся стабильным. Согласно отчёту агентства, по итогам текущего года объём ВРП в республике ожидается на уровне 2,3 трлн рублей. Наблюдается рост промпроизводства во всех отраслях. По итогам года индекс промпроизводства может составить 105,2%. Отрицательная динамика численности населения оказала давление на рейтинговую оценку, а поддержала её высокое среднее отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму в регионе. По итогам текущего года объём инвестиций ожидается на уровне 506 млрд рублей, что выше показателя 2021 года на 20,7% с действующих ценах. Рост инвестиций способствует реализации ряда крупных проектов. Долговая нагрузка республики находится на комфортно низком уровне – почти 17%. Эксперт РА также подтвердил кредитные рейтинги облигаций республики на уровне АА+. Паритет между ними и текущим рейтингом кредитоспособности Башкортостана агентство установило в связи с тем, что по выпускам ценных бумаг не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. Уфе планирует запустить производство запасных частей для сельскохозяйственной спецтехники. Проект рассмотрели в рамках городского инвест-часа. В планах компании приобрести промышленное здание с цехом и офисными помещениями для развития производства. Объём инвестиций порядка 84 млн рублей. Появится 10 новых рабочих мест. Инвестор с 2016 года успешно развивается в секторе торговли запасными частями для сельского хозяйства. С 2021 года занимается транспортными услугами по перевозке негабаритных грузов, в том числе сельхозтехники. Компания вышла на инвест-час с инициативой займа от инвестиционного агентства и расширения земельного участка. Будет инвестиционно-коллегиальный инвест-комитет принимать решения по займу. Также мы отработаем по льготному финансированию через МСП банк. По ним это по государственному нашему банку, чтобы применить льготную ставку финансирования ПСК и 1764. То есть там по 2,5% годовых. Можно от 50 млн. вовлечь в расширение производственной площадки. На инвест-часе озвучили еще два проекта инициативного характера. Мэру УФЭ предложили рассмотреть имеющиеся свободные площади, помещения, земельные участки для развития частных дошкольных и общеобразовательных учреждений. И 15 башкирских компаний пополнили предупредительный список Банка России. В этих финансовых организациях выявлены признаки нелегальной деятельности. В основном это так называемые черные кредиторы, которые занимаются незаконной выдачей займов. В их числе микрокредитные компании и ломбарды, которые не состоят в реестрах Банка России, но оказывают финансовые услуги. Есть и комиссионные магазины, которые выдают займы под залог имущества, не имея на это права. Черные кредиторы, как правило, дают займы под завышенные проценты. В то время как для легальных микрофинансовых организаций законом определены ограничения в виде предельной стоимости займа, которая не может превышать в полтора раза от основного долга. Особенностью работы черных кредиторов является то, что они, как правило, пользуются услугами черных коллекторов, которые применяют незаконные методы возврата долга. Таким образом, количество сомнительных компаний в республике выросло до 45. Поэтому прежде чем заключать договор с финансовой организацией, необходимо проверить ее статус на сайте Центрального банка. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова